Особое мнение на 101FM Последствием, что участвовать в нашем эфире можете и вы, посредством сайта эхокирова.ру можно задавать вопросы гостю, и на нашем сайте по окончании эфира появляются записи программ, видео, аудио, пожалуйста, заходите, пользуйтесь, слушайте, если вдруг что-то не расслышали или не успели послушать. Ну, мы переходим к нашим темам, к вопросам чуть позже. Первый вопрос, который я бы хотела Роману Титову адресовать, это вопрос с полигоном в Осенцах. На прошлой неделе было заседание суда по вопросу, ну, скажем так, вот спорному такому вопросу, полигон Осенцы и аэродром Досаав, аэродром в Порошино. Не пришли ни к какому решению, и до сих пор непонятно, у нас откроются Осенцы все-таки в следующем году или нет. Это было не окончательное решение суда, точнее, не последнее заседание по этому иску. Напомню, это иск Досаав России по той теме, которую, наверное, я один из первых поднимал, которая в этой студии с 2016 года звучала. Эта тема связана с тем, что формально у нас воздушным кодексом установлены ограничения на размещение объектов, привлекающих внимание птиц, именно так, в том числе птицефабрик, ферм и объектов захоронения отходов при аэродромных территориях. Напомню, что в свое время я подавал в прокуратуру Кировской области, в военную прокуратуру, заявление с просьбой проверить сам факт размещения будущего объекта вблизи от аэродрома. И на тот момент прокуратура ответила, что поскольку никакие сведения, то есть граница при аэродромной территории надлежащим образом не утверждена, в схему терапланирования не внесена, поэтому инвесторы добросовестно на эту землю зашли. Но сейчас вопрос детально действительно рассматривается в суде, в том числе с юристами по доверенности от Центрального ДСАФ Российской Федерации, участвует в качестве стороны дела и правительства Кировской области, и ДСАФ оспаривает законность как раз размещения объекта по утилизации отходов вблизи аэродрома. На самом деле иск ДСАФ даже больше, чем может показаться, потому что теоретически, если будет принято решение в пользу ДСАФ, то хоть у нас право в России непрецедентное, но судебный прецедент возникнет серьезный в чем? У нас тогда получится, что в париодромную территорию входит значительное количество объектов на территории города Кирова. Есть ограничения не только по птицефабрикам, по полигонам, они есть по высотности зданий. То есть все согласования надо будет проводить собственникам аэродрома практически на всей территории города. Недавно, в 2017 году, была надлежащим образом утверждена вот эта париодромная территория по Победилово. И, насколько я знаю, по состоянию на первое полугодие этого года уже по четырем объектам руководство Победилово не дало добро на их размещение. Что за объекты? Насколько помню, жилые здания. Там ограничения по высотности, их в ряде зон выше определенной весты размещать нельзя. Как мне передавали общественники, которые внимательно следят за судом, это представители инициативной группы из Вахруши, которая занимается борьбой против полигона, судья обозначила всем сторонам, что лучше бы договориться. То есть аэропорт дает согласование на размещение объекта, как я понял, ту краткую и наемкую фразу судьи. Но одновременно инвесторы идут на какие-то блага для ДСААФ или для экологической безопасности. Подождите, Роман, то есть ДСААФ денег, что ли, с нас просят? Нет, не про деньги речь. А про что? Если на объекте будут установлены устройства, которые будут отпугивать птиц, то, соответственно, ничего незаконного в выдаче согласования не будет. То есть устройства такие есть, они промышленно применяются на многих аэродромах и на полигонах, в том числе в странах Евросоюза. А изначально план и проект осенцев не подразумевал использование таких устройств? И, собственно говоря, следующее заседание будет в день 7 ноября, по-моему, в каждый день календаря. Не знаю, какие решения будут у сторон, но с судебного заседания все вышли достаточно задумчивые. Правильно ли я понимаю, что все-таки шансы на то, что осенцы могут не согласовать, они остаются? Шансы эти не нулевые, скажем так. То есть может быть такое развитие событий? Но это будет, опять же, решение, которое, я опираюсь на бумаги прокуратуры, на их решение. То есть очень двойственная ситуация. С одной стороны, действительно, руководство аэродрома не определило надлежащим образом вот эти границы. Они могли это сделать. Тот же Победилово сделало это, по опыту осенцов, в течение 2017 года. Но Победилово-то используется, действующий аэропорт. И там действующий. В Порошино, мне кажется, там... В Порошино заканчивается лицензия в декабре, если я правильно помню, на размещение маломоторной, легкомоторной авиации. То есть у них где-то вот тоже их грань существования, она в определенный момент тоже где-то заканчивается. Дальше им надо либо выходить на продление лицензии, которые, может быть, могут и не продлить, основываясь на том, что вблизи аэродрома находится объект, привлекающий внимание птиц. То есть казуистика очень глубокая, и судье предстоит непростое решение, еще более непростые переговоры предстоят сторонам. Летом руководство ДСАФ приезжало в Киров на уровне заместителя-председателя федеральной организации. Но, насколько я помню, тогда ни о каких встречных шагах не удалось договориться. Полигон осенцы запустят у нас в январе или нет? Ну, то есть если затянется судебное заседание, если не пойдут стороны на мировую, условно говоря, потому что вопрос не праздный, Костина-то собираются закрывать? Вот на настоящий момент у осенцов есть разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Есть, то есть объект включен в реестр федеральный, который ведет Росприводнадзор. То есть формально, если бы не суд, то размещение отходов там законно. Что касается решения суда, я даже предположить не могу, какая будет формулировка, и поэтому предлагаю вернуться в ноябре к этой теме. Уже после 7-го числа. Опять же, у сторон есть право решение обжаловать, и это может утянуться уже, и скорее всего тянется на 2019 год. Если будет решение судьи, но не решение сторон договориться о каком-то компромиссном варианте. А в осенцах сейчас работы какие-то ведутся по строительству, по сооружению? Значит, в мае этого года строительство первой карты было полностью закончено, то есть и элементы благоустройства, и иные работы были проведены, и объект был принят. Вот именно первая карта, она рассчитана на один год, 350 тысяч тонн отходов. Он стоит пока пустой, мусор он еще не принимает? Не может принимать. Потому что пока он не введен в эксплуатацию? Да, то есть нет, он введен, но принимать он сможет только с 1 января, не раньше. То есть? Вот. Значит, ведутся технические работы, я вот недавно выезжал туда, а до этого представители группы по общественному мониторингу не раз выезжали на объекты, и в том числе с квадрокоптеров снимали, мониторили. Мы требовали устранения определенных недоделок по благоустройству, мониторили состояние тех работ, которые были проведены. Вроде недоделки устранили. Значит, работы ведутся на прилегающей территории по обустройству подъезда. Я слышал, как кто-то из депутатов городской думы говорил о том, что якобы там уже отходы размещаются. Ну, заверяю, что, а, это не так, и общественники быстро бы выложили в интернет видео. Да, ну вот это, да, было удивительно, потому что вообще-то все сейчас уже под наблюдением. По зимнику вот сейчас заехать туда можно будет, когда земля встанет, льдом будет сковано, да, мусоровозы пройдут, но фактически дорога внуш в таком состоянии легкой непроежности. Почему? Потому что строительство дороги ведется на средства инвестора, ни копейки областных денег на это не было выделено, ни на один участок. И я так понимаю, что средства на этом этапе просто закончились. Да, ну стоимость строительства четырех километров дороги где-то в асфальте, наверное, 120 миллионов рублей, и если в грунтовке с отсыпкой, наверное, где-то порядка 70. Так, Роман, а вот теперь получается интересная история. Хорошо, по зимнику можно проехать, дороги пока нет, она не готова еще, и в январе следующего года в Осеньце должны пойти мусоровозы. Ну, хорошо, по зимней дороге они пройдут, а что будет весной? Ну, знаете, вопрос... В авральном режиме будут строить дорогу до полигона? Ну, фактически к этому все идет, к авральному режиму. А я тогда на ваш вопрос тоже отвечу вопросом, а как у нас повезут по территориальной схеме отходы из Лузского-Подосиновского района в Слободской район, в отсутствие дороги, связывающей центр области с Лузой-Подосиновцев. Недавно оттуда машина без бампера пришла. Как мусоровозы пойдут, они же дорогу разбомбят, это вопрос к тем, кто терсхему делал. Там вопрос, на мой взгляд, в том числе и к области, то есть объект, ну, вроде так считается, да, что он жизненно важен, опорный для схемы обращения с отходами. Наверное, надо было искать механизмы строительства дороги, потому что я понимаю, полигон, да, инвестпроект, он в тариф войдет. Дорога-то ведь в тариф не войдет. Она находит за пределами объекта, и, соответственно, это чистое вложение инвестора, чистый риск. Ну, получается, что, то есть до недавнего времени ее строили, но сейчас там 400 метров дороги, вот их пока нет. Я отсунулся тут позавчера, не рискнул проехать дальше на легковой машине, просто понимая, что завязано. Поэтому вопрос сейчас запуска в январе, это, ну, даже скорее весеннего функционирования, это вопрос окончания строительства дороги. Еще важный момент, беспокойство у жителей осенцов вызывает, напомню, деревня, она вдоль федеральной трассы находится, вызывает состояние дороги внутри поселка. То есть, чтобы машины не разбили вот тот небольшой кусочек асфальта, который есть. И так в ручном режиме приходилось вот в летний-осенний период решать ситуации там с разгрузкой тяжелой техники. То есть мне местные жители присылают фотографии, оперативно созваниваюсь с правительством, с инвесторами, убирают с деревни, а то у детской площадки буквально разгружали, там дальше начинают грузить, то есть в ручном режиме. Но этот асфальт разбомбят, надо искать деньги, раз это объект важный для области, надо искать деньги на то, чтобы было асфальтирование хотя бы той части, которая в Осенцах, чтобы жители не чувствовали, то есть не видели разваливающиеся дороги. Надо сделать какие-то шумозащитные щиты для того, чтобы эти мусоровозы, люди и детей не пугали. То есть много еще сделать, но опять же, это все в тариф не пойдет. А средства на это надо искать в областном бюджете? Области, район, да. То есть это все будет проходить через законодательное собрание это все должно? У вас пока были какие-то поползновения со стороны правительства? Да, вам говорили, что надо будет вот такой вопрос, возможно рассмотреть. Может быть, это будет в поправках в бюджет, мы пока не видели, не анализировали, но вопрос такой остается. Поправки в бюджет будут рассматриваться когда? Первые поправки будут рассматриваться, то есть ближайшие поправки 25-го числа. 25-го октября, на Октябрьской сессии. Поэтому вопросов много и, собственно говоря, пока не видно активной роли исполнительной власти в решении этих вопросов. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания в нашей студии. Прервемся на полминуты и вернемся снова. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Романа Титова, вице-спикера законодательного собрания, сопредседателя регионального штаба ОНФ. Еще немножко про отходы поговорим. Администрация города разместила на своем портале новость. Заголовком кировчан приглашают обсудить вопрос рекультивации свалки ТБО в Костино. Ну, это как раз такие связанные две вещи, Осинца и Костино. Костино с января прекращает работу полигон, я так понимаю, да? Однозначно. И что-то с ним надо делать. И нет никаких вариантов продлить его эксплуатацию. То есть до 15 января, насколько я знаю, вся техника существующего арендатора, это одно из предприятий группы компании САХ, с Костино уйдет. И больше туда ни одна машина зайти не может. И что будет с полигоном? Вот это предлагают обсудить на общественных слушаниях. Публичное слушание запланировано на 21 ноября. То есть время еще есть. Надо подготовиться посмотреть. Потому что выложено уже, как я понимаю, некая документация. Проект технического задания. Адрес есть тоже на сайте администрации. Мероприятие по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объекта. Вот, во-первых, призову всех, особенно жителей Юго-Западного района, заинтересованных общественников, жителей Костино, обязательно принять участие в этих слушаниях. Это такие же слушания, как те, которые, как мы считаем, с общественниками были в свое время формально проведены по осенцам. В результате чего то, что будет происходить на этой территории, стало известно сильно позже. Значит, что будут обсуждать? Сейчас пока готовится документация для прохождения государственной экологической экспертизы по рекультивации этого объекта. Рекультивация — это, грубо говоря, преобразование, то есть уменьшение опасности этого объекта и нейтрализация негативного воздействия. Она может быть разная. От вывоза этой свалки на другое место, но здесь это неприменимый гигантский объем, до проведения мероприятий по дегазации, установка станции активной дегазации, чтобы из тела полигона свалочные газы выходили, чтобы не было как в Кучино, когда мембраной накрыли в Подмосковье полигон, ее вздувало, и свалочная газа просто обрушилась на ближайшие населенные пункты. То есть это все должно быть предусмотрено проектной документацией. Сейчас идет первый этап. Власти нам расскажут о том, что надо изучить для начала, какое негативное воздействие потенциально сегодня и в будущем будет оказывать вот эта Костинская свалка. Ну, полигоном назвать можно лишь условно. Это первое слушание. Будут потом второе слушание в рамках процедуры. Затем итоги этих слушаний будут приобщены к материалам, которые пойдут для государственной экологической экспертизы. Надо задавать как можно больше вопросов, потому что если пропустим что-то сегодня, то завтра это не будет построено и в проектную документацию не попадет. Хотелось бы, чтобы объект был рекультирован реально современными технологиями, реально с использованием тех, скажем так, технологий, которые уменьшат его воздействие. Напомню, до ближайшего дома от Костинского полигона, по-моему, километров 400 метров. То есть это очень близко. И, соответственно, от того, что будет сделано сегодня, зависит будущее. Стоимость работы гигантская будет, сразу скажу. То есть, ну, если это делать по уму, это будет не меньше 350 миллионов рублей. А где мы будем брать на это деньги? Это город. Город должен найти. То есть, как минимум, это средства городского бюджета, поскольку полигон муниципальный. Нас, кстати, ждет в следующем году аналогичная история по рекультивации, то есть закрытию рекультивации Купритовского полигона. В Лубягино, да? В Лубягино, если не продлятый в эксплуатацию каким-то образом. Но есть возможность получить деньги из федерации на рекультивацию. Для этого нужна хорошая добросовестная проектная документация, потому что пытались мы получить и с общественниками, и с муниципалами, и с коллегами из Минэкологии средства на рекультивацию старой свалки в Ахрушах, которая вечно горит, дымит. Из-за недоделок проектной документации ее завернули, и пришлось изыскивать деньги областного бюджета снова на эту документацию. Но вот почему важно все сделать сейчас по уму? Потому что уже принято решение. Рекомендовано это решение было общественниками, а уже принято Федеральным министерством экологии. Кобылкин это озвучил министра буквально на днях. Было это решение озвучено на совместной пресс-конференции общественной палаты ОНФ о необходимости создания федерального оператора в сфере обращения с отходами. То есть это будет мега структура такая, которая будет заниматься сбором и распределением средств, поступающих от государственного экологического... от платы за негативное воздействие на окружающую среду. То есть сегодня механизм распределения этих денег регионам, он не очень прозрачен. В этом году 18 субъектов в субсидию эту получили. Как они туда залезли, сложно сказать. И должна быть структура единая. Сегодня есть просто конфликт между Минстроем, который занимается федеральным этой темой, и Министерством экологии, который эту тему занимается, и Роспроводнадзором, который их все контролирует. Между собой они договориться не могут. Пусть будет единая структура, которая будет деньги аккумулировать, и по заявкам регионов, по технической документации, выделять на такие серьезные объекты, на ликвидацию, как Костинский полигон, от которого 500 тысяч населения города так-то зависит. Плюс создание этого оператора я еще вижу в том, что на сегодняшний момент в регионах полная неразбериха и каша в голове по переходу на новую систему обращения с отходами. В Кировской области мы еще, кстати, в лидерах более-менее находимся. То есть у нас многое сделано. Несмотря на то, что дороги нет от Лузы. Да, но поверьте, в других субъектах еще хуже. Где-то нет тарифов, где-то не утвержден. Семь субъектов, где не отобран вообще это региональный оператор, а его до Нового года не отобрать. Но вообще вот что-то мне подсказывает, что есть ненулевая абсолютная вероятность очередного переноса срока начала определенных положений вот этой мусорной реформы. Напомню, вначале мы должны были перейти на новую систему отношений. С 1-го 2017 года вообще никто не был готов. Президент по просьбе общественников это решение перенес. И вот, скажем так, формирование общественного мнения за последние пару недель, когда и Общественная палата, и ОНФ, и Центр стратегических инициатив вдруг заявляют о том, что субъекты не готовы, ну, наверное, это признаки определенной подготовки большого управленческого решения. Определенного мягкого такого давления, да? Как сказала моя коллега по ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Викторовна Тимофеева, вот лучше пусть реформа начнется позже, чем она начнется так, как она сейчас во многих субъектах начинается. У нас уже в Иваново оспорили отбор регионального оператора, например. А если реформа, вот сейчас буквально очень коротко, для кировчан, если реформа начинается позже, это все равно значит, что мы с 1 января платим за вывоз мусора по новому тарифу? Или это могут отложить? Это могут отложить. А мусор, тем не менее, повезут на полигон, который строит инвестор? Да. А как же он будет тогда покрывать свои расходы? Вопрос, на который у меня пока ответа нет. То есть расходы должны быть в тарифе. Но тариф у нас предусмотрен переходом на новую систему отношений. А новая система может не вступить в действие? Может. Ну, еще раз говорю, это вероятность, наверное, даже не 50%, а меньше. Но определенные предпосылки к этому я вижу. Интересная история. Ладно, будем следить за федеральными новостями. Посмотрим, что будет еще по поводу решений, которые принимает и должно принять законодательное собрание. На октябрьской сессии вы, насколько я понимаю, будете рассматривать законопроект, касающийся изменения правил того, что считать придомовой прилегающей территорией. Это некое приведение региональных законов в соответствии с федеральными, если я верно понимаю. И это сказывается на жителях, на нас всех, потому что при каждом многоквартирном доме есть прилегающие территории. Это, скорее, знаете, не приведение в соответствии с федеральным, это причесывание, потому что на сегодняшний момент у нас право определения того, что является прилегающей территорией, а это зона ответственности собственников. То есть, неважно, это пивной ларек или это многоквартирный дом. Этим занимаются муниципалитеты. Они это прописывают у себя в правила благоустройства, и в итоге кто во что гораст. Расстояния устанавливаются разными. У кого-то от дома жилого 3 метра, у кого-то 5 метров. Кто-то вообще принимает решение, что вот по этому дому 0, а по этому 5. То есть, соответственно, жители одного дома не несут никакую ответственность за мусор, который находится у подъезда. А другие отвечают еще за 5 метров. Вообще, инициатива принятия этого закона, она была со стороны прокуратуры. Кировской области. Кировской области, да. И очень была большая работа, организована совместно с муниципальными образованиями. Наша рабочая группа собиралась, наверное, последний раз в пятницу прошлой недели. И многие предложения муниципалов учли. Ну, например, просто вот ситуация, которую подсказали мои коллеги-слобожане. Изначально в проекте закона от супермаркетов было предложение не больше 5 метров сделать эту прилегающую территорию. Ну, на что бы мы уткнулись? Берем крупный супермаркет в городе Слободской, где парковка длиной 15 метров. И на сегодня правилами прописано, что вот эту территорию вокруг супермаркета 15 метров он очищает. Если бы мы приняли, как предлагали коллеги из прокуратуры в первом прочтении вот эти 5 метров, получилось бы, что парковку вот 5 метров чистит собственник, а остальные 10 метров чистит муниципалитет. То есть разделение зоны ответственности. На 15 метров в итоге все согласились. То есть не больше, можно меньше, но не больше. И что важно, это связано в том числе и с ситуацией мусорного коллапса, который мы до сих пор наблюдаем и в Кирове. Наверное, прежде всего в Кирове, в ряде районов не определена зона границ ответственности, где город отвечает за уборку вот этого мусора, который навален кучами, где отвечают собственники, где управляющая компания. Вот принятие этого закона, который, думаю, в двух чтениях до конца года будет принят, мы не торопимся, потому что ждем еще предложение от местного самоуправления. Оно позволит вот все точки на дыр оставить, и ты уже никуда не двинешься. Ты уже не будешь оспарить в суде вот эти правила благоустройства. Почему муниципалитет так написал или нет? Ссылаемся на областной закон. А там как-то будут унифицированы вот эти расстояния от дома до... В зависимости от объектов. Там не то, что по радиусам будет проводиться. Если есть дорога, например, но эта дорога ближе 5 метров расположена, то до дороги частный дом там 3 метра, многоквартирный дом 5 метров. Такое-то предприятие, ну, такой-то объект, значит, там 15 метров. Даже мы на последнем заседании, на вскидку, вот несколько непредусмотренных категорий, например, объект незавершенного строительства, это ни здание, ни сооружение, но вокруг него собственник должен прибираться в конце концов. Тоже в этот закон погрузим. Он кажется таким формальным, но реально это очень важный инструмент для муниципалитетов по наложению штрафа. То мы сталкиваемся с тем, что, ну, по моей информации, несмотря на вот все эти мусорные коллапсы, как заявил один чиновник урадминистрации, ни одного штрафа за нарушение правил благоустройства не наложено. Потому что руки связаны. Да. Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания, сопредседатель регионального штаба УНФ в нашей студии. Две минуты рекламы, мы вернемся. Особое мнение на 101FM. Продолжаем выслушивать особое мнение вице-спикера ЗАГС Собрания Романа Титова по наиболее животрепещущим городским, областным и федеральным вопросам. Есть вопрос на сайте для нашего гостя. Спрашивает вас Николай, знаете ли вы причину затягивания вопроса по передаче тепловых сетей города Кирова в концессию по ОТ+. Если знаете, озвучите. Знаю, причина простая. Стороны концессионного соглашения не могут договориться об условиях этого концессионного соглашения. Вот если кратко, то так. А если не кратко, то это, наверное, надо отдельный эфир собирать. Это надолго, это отдельный эфир. И здесь у каждой стороны есть своя правда. У одних есть имущество, у других есть инвестиции. И, собственно говоря, стороны определяются, по пути ли им идти или не по пути. Я правильно понимаю, что вопрос с концессией не настолько горячий, как вопрос с мусором? То есть мы до 1 января не должны принять это решение? Вопрос с концессией очень горяч. Потому что без концессии я не вижу механизмов даже в тех объемах, как сегодня, незначительных модернизаций городской коммунальной инфраструктуры. И какому сроку в таком случае стороны должны договориться, должны бы? До Нового года желательно бы решение окончательно принять, чтобы мы понимали, что у нас будет с городскими сетями в следующем году. И сколько мы будем платить, кстати говоря? Потому что концессия ведь и на этом тоже скажется. В итоге, если концессии не будет, соответственно, ПАУ-Т+, насколько я понимаю, оно будет по-прежнему заниматься производством энергии. А сетями будет заниматься город Киров их обслуживанием и, собственно говоря, доведением этой энергии до ваших домов и ремонтом тоже. Понятно. До Нового года. Хорошо. Ждем тогда каких-то известий о том, договорятся стороны или не договорятся. Громкая тема последней недели. Установка в Кирове желтых заборов. Уже полнятся социальные сети картиночками, мемами. Город забористый у нас теперь. Я так понимаю, что сегодня в 2 часа дня в городской администрации будет собрание, на котором представители всех сторон, там и городская администрация, и Кировсигнал, и ГИБДД, и я так понимаю, что ДДХ должны предложить какие-то решения обеспечения безопасности пешеходов в Кирове, но не настолько ярко бросающиеся в глаза, как желтые заборы. После того, как на прошлой неделе было такое явное общественное возмущение по поводу установки ограждений на Октябрьском проспекте, на бульваре Октябрьского проспекта, Илья Шульгин, глава администрации, распорядился установку желтых заборов немедленно прекратить. На Октябрьском проспекте были установлены не ограждения, были установлены направляющие устройства. А это загончики такие, да, как для стада, чтобы люди понимали, куда идти? Подоплека. Правила дорожного движения у нас однозначно говорят, что переход проезжей части вне пешеходного перехода на дороги, имеющие раздельительную полосу, запрещен при всех имеющихся условиях. Роман, я прошу прощения, но правила дорожного движения у нас не менялись вот в этой части, они не менялись очень давно, и тем не менее люди годами ходили по бульвару Октябрьского проспекта. Они не менялись, но ходить там правило дорожного движения запрещено. Оказывается. То есть там есть разные участки. Есть участки, где есть раздельительная эта полоса, например, в районе Алых парусов, дальше, соответственно, перекресток с улицей Преображенской, а есть участки, где нет раздельительной полосы, там пешеходы имеют право пройти. То есть вот правила говорят так, что переходить можно там, где есть раздельительная полоса, там, где машина вот на этих перекрестках движется навстречу другому, переходить можно через пешеходный переход вот так. Это правило. Буквы П. Буквы П. Правила так говорят, да. Пешеходы ходят так, как они ходят. Так ведь всегда ходили. И никого не штрафовали. Еще раз, правила. Правила федеральные. Что касается этих заборов, вот мне кажется, бомбануло по этим заборам тогда, когда была сделана откровенная, на мой взгляд, дурь, когда, во-первых, у нас есть сложившийся архитектурный облик аллеи на Октябрьском проспекте, на который периодически покушаются люди. Значит, вот черные эти самые ограждения, чугунные, бах, появляются в местах постоянных пеших троп без предупреждения, без объявления войны, появляются желтые направляющие устройства, да, которые, ну, говорят, вот вы там переходите, там безопасно. Которые ужасно диссонируют с чугунной решеткой. Ну, ужасно диссонируют, мягко говоря, там, еще раз, без объявления войны. То есть люди были не уведомлены об этом. Вот до этого сильно не бомбило, потому что эти устройства, они много где по городу стоят, они выполняют функцию ограждения проезжей части, эффективность их, ну, честно говоря, не знаю, там, да, но есть отдельный ГОСТ, то есть не то, что это вот тут в Кирове решили желтой краской заборы красить. То есть они должны быть желтыми? И делать их такими, они должны быть желтыми. Потому что Алексей Кузьмин рассказывал, что в Казани они делаются из оцинковки, и они такого вполне приличного серебристого темно-серого цвета. Что видел в Казани Алексей Кузьмин. Они желтые. Значит, заборы эти финансируются аж с 2013 года в соответствии с одним из майских указов президента в рамках программы безопасность дорожного движения в Российской Федерации и по муниципальной программе, которая тоже до 2020 года у нас рассчитана. То есть за них платят федералы и муниципалитет? В основном, по-моему, федералы. То есть я в муниципальную программу вчера заглянул, запутался не окончательно, в федеральной программе они точно есть средства. Значит, ради чего это все было задумано? Нет, мы понимаем, ради того, чтобы дети не выпрыгивали на дороге в неподходящих для этого местах. Здесь, как говорит Алексей Кудрин, важны показатели. Так. Значит, было это задумано из-за того, что у нас вот в Кировской области смертность по ДТП 17 человек на 100 тысяч населения в год. Это много? Это в два раза выше среднеевропейского показателя. Понятно. Это ниже показателей многих регионов. А президент определил 10,9 должна быть смертность. Но мы видим, что смертность за эти годы от установки желтых заборов не снизилась вообще ни разу. А зачем тогда их ставят? Ну, вы сами задали этот вопрос. То есть, в итоге, вот если вернуться к самому началу, выясняется, что огромное количество федеральных денег было потрачено на территории всей Российской Федерации для установки ограждений, которые, оказывается, ровным образом никак не влияют на безопасность дорожного движения. Вот вопрос, который следует, не пора ли пересмотреть тогда подходы к программе, не пора ли убрать оттуда, пока еще два года реализации осталось, неэффективное заграждение, не пора ли посоветоваться, не люблю это слово, потому что сегодня это реально как слово хипстер с урбанистами, с специалистами по городскому планированию и проектированию, по созданию каких-то иных механизмов повышения безопасности дорожного движения. Но если эти не работают, зачем впиливать туда миллиарды федеральных денег по всей Российской Федерации? Но я вот так понимаю, что сегодня в городадминистрации как раз эта попытка будет предпринята, потому что Илья Шульгин говорил, что давайте мы с бульваром Октябрьского проспекта как-то поступим по-другому, подумаем, какие можно еще способы предложить, чтобы обезопасить пешеходов. Вот здесь, знаете, главный вопрос-то в том, что они уже запланированы федералами на установку. Места, кстати, согласуют, насколько я знаю, согласуются с инициаторами программы на федеральном уровне. Вот сейчас перед Ильей Вячеславовичем стоит такой нелегкий челлендж, вызов, да, как и желтые заборы, раз уж их так называют, убрать, и выполнить требования федеральной программы, освоив, опять же не люблю это слово, федеральные деньги. И смертность снизить, но про этот показатель вообще все предпочитают забывать, хотя этот майский указ контроля администрации президента контрольного управления не снят и не выполнен жестко просто. То есть у нас смертность в Кировской области 17-18 человек на 100 тысяч населения, вообще никакого снижения, ну, мизерное. Роман, если бы вы принимали решение по желтым заборам, вот сейчас просто вот посадим вас в кресло Шульгина, вы бы что сделали с ними, вот с теми, которые уже установлены, оставили или убрали? Можно, отвечу, уклончиво? А черт его знает. Вот реально, у меня нет решения. Это надо смотреть документацию, потому что город администрирует эту программу, но деньги федеральные. То есть как сделать так, чтобы и заборы эти убрать, ну, наверное, на Октябрьском это, ну, не хорошо смотрится. Но и в то же время не потерять все средства на последующие два года, которые город Киров может получить. А потратить их, получить их и потратить на что-то более хорошее, чем желтые козьи загоны. И более эффективные. Роман Титов в нашей студии. Остается у нас три минуты. Еще успеем чуть-чуть поговорить про Кочеровский парк. На прошлой неделе ваш коллега по ОНФ Константин Сичихин выкладывал в Телеграме ссылку на конкурс, который объявляет администрация. Конкурс на очередные благоустроительные работы в Кочеровском парке. По-моему, 17 миллионов рублей. Речь шла об этой сумме. И предполагаемые виды работ. Это устройство дорожек из брусчатки. По-моему, устройство ливневки. Заливка дорожек, по-моему, асфальтовой смесью. И, кажется, еще устройство газонов, внесение плодородного грунта и прочее, прочее, прочее. Вот по информации Константина Сичихина, вроде бы конкурс должен пройти 29 октября. Дается 30 дней. То есть в ноябре у нас будут укладывать плодородный грунт, делать ливневку, выкладывать дорожки брусчаткой. Ничего, что у нас тут снег скоро пойдет? По плодородному грунту и брусчатке ограничений по погоде. То есть мы в них вписываемся. По асфальту, конечно, нет. Откуда все это взялось? Прошлый год. Резкое вхождение в федеральную программу «Комфортная городская среда». Проект, который не соответствовал, то есть при котором не были учтены особенности грунта. Там близкое залегание воды в Кочеровском парке. Собственно говоря, сделали благоустройство в прошлом году, все размыло. Дренаж делать надо. Мы помним весенние фотографии. Пока делали конкурсную документацию по дренажу. Прошло лето. Прошло лето. То есть вообще, на мой взгляд, самая большая проблема по всем этим федеральным программам, которые сейчас активно реализуются и будут еще больше по новому майскому указу, это годовой горизонт планирования. Это как по переселению из аварийного жилья. Деньги выделяют в марте. Бежим, проектируем, строим из, понятно, чего и веток. В итоге оно все начинает разваливаться. А иначе-то как? Надо же это... Надо успеть освоить. Нормальный дом за год построить, наверное, можно, но не за полгода точно. И не за три месяца. А я недавно ездил в Уржум. Там дома строятся для переселения из аварийного жилья. Там только каркас еще стоит. Мы же тоже заканчиваем в этом году программу вот эту реализацию. Так заканчиваем, что волосы горят, называется. То есть мне кажется, надо отходить от годового горизонта планирования в этих программах. Иначе беды как будут, так как они были, так они и будут дальше. То есть, условно говоря, деньги выделяются в этом году. Делать можем до конца следующего года. И не в начале года они выделяют. Ну, то есть сейчас они выделяются не в начале года. А в конце. Пока пойдут согласования тех документаций. Торги. 44-й федеральный закон. Т-т-т-т-т-т. В ноябре выходим на асфальтирование, называется. Надо уходить. Двугодовой цикл хотя бы. А притормозить реализацию вот этих вот работ до весны никак нельзя. Деньги снимают и на следующий год больше не дают. Печально. То есть получается, что мы в некотором смысле хотя бы часть какую-то 17 миллионов рискуем закопать. Да. А так получается, что мы движим по правилам, которые не мы придумали. И на которые там у города и области никакого влияния нет. Ну, хорошо. А вот депутаты-то законодательного собрания могут ведь, наверное, и выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень? Или это не так решается? Это подзаконные акты. То есть это иная сфера регулирования. Мы бы и рады. И будем выходить. Вот буквально сегодня с коммунальщиками встречались по ряду зако-инициатив, которые с мест предлагают и по концессиям. В том числе у нас там реально бедовая ситуация. НДС сменили, конституционерам внезапно изменили налоговый кодекс. Они пять лет тариф повышать не могут. В итоге они говорят, нам вот сейчас вот мы можем выйти и тут помереть все. И унеся за собой провинциальную коммуналку. То есть вот по этим инициативам будем выходить. А это, я думаю, тут надо, чтобы органы исполнительной власти выходили на правительство Российской Федерации, чтобы правительство в подзаконниках расширяло горизонты планирования этих программ. На уровне исполнительной и незаконодательной власти решается вопрос. Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания Кировской области, сопредседатель регионального штаба НФ, был в нашей студии. Благодарю его за эфир. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok